Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Наши решения. Сегодня заключительный день голосования по поправкам в Конституции. Честно и открыто кандидаты на пост главы Чуваши обсудили предстоящую агитационную кампанию. Веков связующая нить Мариинский посад претендует на победу во всероссийском конкурсе. Сегодня в Чуваши, как и по всей стране, прошло всероссийское голосование по поправкам в Конституции. В республике работало 1162 избирательных участка. Рабочий день наша съемочная группа начала в 22-й школе столицы, где был организован один из пунктов для голосования. Вот так с гимна страны начал работу избирательный участок 1906. На момент открытия здесь досрочно проголосовали 44% избирателей. Это результат слаженной работы придомовых участков избирательных комиссий и общественных наблюдателей, отмечают организаторы. Большое внимание уделяется безопасности. Каждый избиратель получает маску, получает перчатку, собственную ручку. В зале наносятся разделительные разметки для обеспечения социальной дистанции. Каждые два часа проходит санитарная обработка помещения. Еще чаще обрабатываются руки с антисептиками. Я думаю, избиратели чувствуют себя безопасно в данных условиях и принимают самое активное участие. Также жителям столицы Чувашии предлагали выбрать и объекты благоустройства дворовых территорий. По распоряжению в рио главы Чувашии Олега Николаева, чебоксары получат 80 миллионов рублей на решение вопросов об устройстве микрорайонов. По каждому округу будет предложено на выбор 20 проблем, которые требуют вмешательства. Это и ремонт дорожного покрытия, тротуаров, установка детских и спортивных площадок, обустройство освещения и озеленения. С утра я пришла на голосование по поводу поправок в Конституцию. Я считаю, что это долг каждого гражданина, потому что это важно не только для моей семьи, но и для всей страны в целом. Также, кроме голосования в Конституцию, здесь происходит голосование по благоустройству людей в ближайших территориях. Я в таком голосовании участвовать очень рада. Ольга Алексеева, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Республика. К тем, кто не смог проголосовать в избирательном участке, комиссия выезжала на дом. В участковую избирательную комиссию 1942 города Чебоксары поступили 7 заявлений с вызовом комиссии на дом. Чаще всего это люди с ограниченными возможностями здоровья. Голосование удобно, понравилось. Мы голосуем, как говорится, за нашу страну, за будущее наших детей, внуков и правнуков. За мир, за все хорошее. То же самое. За здоровье, за здравоохранение. Самое главное, чтобы мир был. И люди были дружные. Комиссия, выезжающая на дом, состоит из членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и полицейского. Процедура проходит с соблюдением всех необходимых мер защиты для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также мы соблюдаем тайну голосования и помогаем людям, которые не могут прийти на участок, помогаем им проголосовать. Ольга Алексеева, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Республика. Участие в общероссийском голосовании приняли и депутаты Госдумы России. Они приехали в Чебоксары, чтобы проголосовать по месту жительства. Обработка рук антисептиком, измерение температуры, выдача одноразовых масок и перчаток. Стандартная схема работы всех избирательных участков республики. Выполнить свой гражданский долг 1 июля пришли те, кто не успел сделать это заранее. Напомним, в этом году голосование по поправкам началось 25 июня. Для меня, для врача, важно прописаны конституции, что любой житель нашей страны, в дальнем лесе или в городе, он должен получить качественную медицинскую помощь. Для пенсионеров важно то, что ежегодная индексация пенсии будет прописана. Некоторые изменения депутаты Госдумы ждут особенно. Справки, которые лично мне, как депутата Государственной Думы, будут помогать бороться с коррупционными проявлениями. Потому что такие важнейшие положения о том, что чиновники всех уровней в Российской Федерации не могут иметь двойного гражданства, то, что они не могут иметь счетов в иностранных банках, индексации пенсии должны проходить не менее одного раза в год, и, конечно же, то, что проживочный минимум равен уровню минимального размера оплаты труда. Итоги общероссийского голосования будут известны 2 июля. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. В 20 часов, как и положено, закрылись все избирательные участки. Комиссии занимаются подсчетом голосов. Что происходит сейчас за закрытыми дверями, расскажет Наталья Мальчикова. Дорогие члены комиссии и наблюдатели, время 8 часов. Мы сейчас закрываем участок для голосования. Сразу после закрытия участков начинается подсчет голосов и не прекращается, пока не установлены итоги голосования. Работы сегодня будет много. Первым делом пересчитывает и погашает неиспользованное бюллетение. У каждого отрезает левый нижний угол. Проверяют также списки избирателей и считают бюллетени из переносных ящиков. Анатолий Сергеевич, что сейчас будем делать дальше? Здравствуйте. Сейчас будет проводиться подсчет бюллетени из стационарного ящика, в которой проводилось досрочное голосование. На данный момент бюллетени из стационарного ящика, в которой проводилось голосование, до дня голосования пересчитаны. И мы приступаем к открытию сейфа пакетов, в которой проводилось голосование, до дня голосования на придомовой территории. Мы собрали неиспользованные бюллетени у членов комиссии и извлекли из сейфа те бюллетени, которые не были выданы членам комиссии, которые не были востребованы. Сейчас мы их пересчитываем и будем гасить. Я сортирую, чтобы в дальнейшем посчитать голоса. После этого производится подсчет голосов «за» и «против». Бюллетени опечатываются, делятся на три группы «за», «против» и «погашенные» и сдаются в территориальную комиссию вместе с остальными отчетами. Нарушений у нас не было. В течение недели на досрочном голосовании было порядка 580 голосов. И сегодня на участке в день голосования более 200 человек прошло у нас. Испорченные, они будут признаны как недействительные, недействительные, то есть две отметки без отметок, либо полностью перечеркнутые. И также они будут занесены в акт о том, что они недействительные. Такая ситуация сейчас наблюдается на всех избирательных участках республики. Пока комиссии считают бюллетени, можно подвести некоторые итоги голосования за поправки в Конституции в Чувашии. Сегодня, 1 июля, в Чувашской республике завершилось общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. Явка по республике составит, по нашим прогнозам, примерно 64-65%. Традиционно сельские районы голосуют лучше, города немножко похуже, но тем не менее мы считаем, что явка объективная, достаточно высокая. Для лета она вообще очень хорошая. В целом, голосование прошло очень организованно. Еще раз подчеркну, что все участки без исключения были оборудованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Мы обеспечивали ими и избирателей, и наблюдателей, и сами члены комиссии были сидели в масках, все как положено. На всех участках были сотрудники полиции. Вообще я хочу поблагодарить отдельную полицию, которая взяла на себя очень большую нагрузку, и весь этот марафон семидневный выдержал очень достойно, и не допустили никаких серьезных нарушений общественного порядка. Хочу поблагодарить всех избирателей, всех участников голосования, которые пришли и, я надеюсь, поддержали изменения, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации. В общественной палате Чувашия состоялась первая встреча потенциальных кандидатов на пост главы региона. Почти все они подали документы в Центр избирком республики. Теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр, а самовыдвиженцам собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. О том, на что готовы участники выборов, чтобы провести их максимально прозрачно и открыто, в нашем сюжете. Из восьми возможных кандидатов четверо самовыдвиженцы. Остальные четверо делегированы для участия в выборах местными отделениями партий. От патриотов России Сергей Матвеев, от пенсионеров России Николай Степанов, от ЛДПР Константин Степанов, от КПРФ Александр Андреев. Среди самовыдвиженцев, временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Николаев, его, кстати, поддержали и партия «Единой России», «Справедливая Россия» и «Родина», блогер Юрий Шакиев, адвокат Николай Коклейкин и предприниматель Андрей Эльдеменов. Обсуждали организационные вопросы и моральные аспекты избирательной кампании. Напомним, еще на встрече с представителями органов местного самоуправления было принято совместное решение всем кандидатам создать равные возможности для прохождения муниципального фильтра. «Поговорка – хорошее начало половины дела, поэтому половина успеха, наверное, вот этот момент, учитывая все это, Олег Алексеевич высказал пожелания, значит, инициативу, и мы взяли на себя Совет Муниципального образования Чувашьей Республики, взяли на себя такую ответственность по организации в районах мероприятий, на которых мы приглашаем, с одной стороны, это депутатов, представительных органов местного самоуправления всех уровней, а с другой – кандидатов на поиск главы Чувашьей Республики». График встреч уже составлен, его раздали кандидатам, кроме того, вывесили на сайте Центра избиркома республики, так что ознакомиться с расписанием может каждый желающий. У многих кандидатов большой опыт участия в выборах, не всегда положительный. Именно поэтому на первой встрече лейтмотивом звучали призывы к честности и взаимоуважению. «Я намерен честно и в чистой борьбе привезти нашу предвыборную компанию и рассчитываю на взаимность от своих оппонентов». «Выборы, они приходят и уходят, но мне бы хотелось, чтобы после выборов мы могли вот так же, как сейчас, открыто посмотреть, куда за друг другу, пожать руки, и дальше каждый из нас продолжил свой путь общественной деятельности, политической деятельности на благо жителей Чувашской республики». Общественная палата Чувашей намерена создать группы для рассмотрения споров и конфликтов и информационный центр, который будет работать со всеми участниками процесса и СМИ. За сотрудничество выступает и Центр избирком. «Те замечания, которые были к избирательным кампаниям предыдущих лет, мы принимаем. Нам надо совершенствоваться, надо развиваться. И очень важно общаться друг с другом, слушать друг друга и самое главное – слышать друг друга». Идея договориться на берегу о своеобразном кандидатском кодексе чести участникам встречи показалась здравой и своевременной. «Я с большим будущим временем встречаю тот порядок, который предлагается в рамках проведения предвыборной кампании. Однозначно поддерживаю и должна быть справедливой конкуренции». Эта кампания обещает быть очень конкурентной. Каждый из кандидатов имеет свое представление о том, как сделать Чувашу современнее, комфортнее, состоятельнее. У большинства уже готовы предвыборные программы. Во всяком случае, есть множество идей и планов. Важно только помнить, что все обещанное придется выполнять, отметил Олег Николаев. «На мой взгляд, мы, те люди, которые взяли на себя ответственность, которые претендовали на пост высшего государственного лица Чуваши, конечно же, должны показывать пример. Пример, прежде всего, цивилизованной, очень высокой политической культуры. На мой взгляд, это очень важно. И в силу того, что, как было правильно отмечено, выборы, как правило, это вызывает ассоциации неких не совсем правильных технологий, обмана и всякого другого подобного явления. И здесь, на мой взгляд, мы с вами можем договориться и продемонстрировать, как лидеры, вот эти подходы». Елена Гальперина, Павел Редков, Республика. В Республике продолжается целенаправленная работа по освоению залежных земель сельскохозяйственного назначения. Как заброшенные земли в Урнарского района превращают в плодородные – в нашем сюжете. Более 15 лет эти земли пустовали. Заросшими бурьянами, кустарником, полями урманкосинского сельского поселения всерьез занялись специалисты агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат». Поле готовят под посев озимых культур. «Тут 130 гитар всего. На аукционе мы выиграли на 49 лет. И поэтому сейчас технику освободили, делась и начали подготавливать вот эти поля под озимые. Каждый год мы осваиваем новые земли». Превращать заброшенные земли в плодородные оказывается не так-то просто. Но трактора нового поколения легко выкорчевывают даже мелкий подлесок. Сейчас у механизаторов небольшой перерыв. Только что закончили заготовку кормов. Решили не терять время зря и занялись очисткой. За неделю хотят справиться. Так в прошлом году агрохолдинг освоил 160 гектаров земель сельхозназначения. «Мы совместно с воспиталистами поселений провели инвентаризацию необрабатываемых земель в районе. В районе их чистится порядка 1800 гектаров на сегодняшний день. На этот год мы запланировали 919 гектаров провести вот эти работы по освоению земель. Вот в прошлом году акционерное общество в Украинском местном центре посеяло порядка 160 гектаров на вновь освоенных участков семейных. Но в основном работы будут продолжаться еще дальше». Наталья Мальчикова, Республика. Мариинский посад претендует на победу во всероссийском конкурсе. В нем участвуют поселения, решившие создать комфортную среду проживания для своих жителей. Проект благоустройства уже несколько раз рассматривали эксперты конкурса. Учтя замечания предыдущих лет, администрация города дополнила план развития. Веков связующая нить. В проекте благоустройства города на Волге сплетаются современные решения, например, видовые обзорные площадки и исторические мотивы, например, стилизация объектов под бочки, намекающие на бондарное ремесло, коим в прошлом славился Мариинский посад. Благоустройство общественной территории города Мариинский посад расположено в исторической части города, на берегу реки Волга, по улицам Набережная и Ленинская, где сосредоточены все основные культурные, досуговые, исторические объекты и памятники города. В проекте учтенный новый логотип города – это вензель из начальных букв М и П, который, кстати, весьма схож с вензелем императрицы Марии Романовой, давшей имя городу. Кстати, в этом году, 1 августа, Мариинскому посаду исполнится 400 лет. Цель создания единого туристического продукта, чтобы жители города Чебоксар и Чуваши могли посещать Мариинский посад на выходные дни, чтобы туристы по реке Волга, их поток составляет на текущий момент 40 тысяч человек, а могли спокойно проводить время в Мариинском посаде. В случае победы город может рассчитывать на 45 миллионов рублей из федерального бюджета, чтобы воплотить проект в жизнь. Стоит отметить, что в 2020 году от Чуваши в число победителей всероссийского конкурса уже вошли города Канаж и АлатР. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов. Республика. Это были главные новости среды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова